Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня наша тема фитнеса будет посвящена бегу и целям его. И на земле среди 7,5 миллиарда жителей примерно 1 миллиард регулярно бегает. Слово «регулярно» означает, что человек от 1 до 3 раз в неделю хотя бы бегает по утрам. Это большая цифра. Так ли это? Большой вопрос. Но, тем не менее, люди стараются приобщаться к бегу. Разница между бегом и спортивной быстрой ходьбой заключается в том, что во время бега мы находимся в фазе полета. То есть обе наши ноги оторваны от земли. И поэтому, когда ставится одна нога затем на землю, то вес тела человека с большей степенью давит. И сила удара ноги о землю, она постепенно начинает разрушать стопу, коленный сустав, тазобедренный сустав, а также поясничный отдел позвоночника, где больше всего приходится нагрузка во время бега. Поэтому очень важно, чтобы человек, который решил заниматься бегом, был в достаточной степени худым. То есть люди, они делятся на три упрощенных, как бы, да, типа. Приземистые, крепкие, среднего телосложения и худые, высокие. Ну, конечно же, на самом деле, такие типы людей встречаются тоже редко. Но касательно бега, бег противопоказан людям с большой массой тела. Потому что они тогда будут разрушать свою костно-связочную структуру быстрыми темпами. Поэтому прежде всего надо похудеть через диету, через дозированное голодание, через изменение привычек питания. А затем необходимо начать спортивную быструю ходьбу по программе полчаса в день. Но пульс при этом должен подниматься, как и во время бега, до 120-130 ударов в минуту. Это оптимальный режим для человеческого сердца. Как для автомобиля 90 километров, так и для человека тренировка. Как в воде, так и на суше сердце, пульс должны быть примерно 120-130 ударов в минуту. Итак, вы уже готовы. Вы купили себе хорошие кроссовки. Они должны быть с протекторами. Вы не можете бегать в ботинках, или в уличных туфлях, или в кедах. Нет. Это будет разрушать костную структуру, связочный аппарат ваших ног. И поэтому не пожалейте деньги. Посмотрите по тестам, какие кроссовки наиболее подходят сейчас для вас. И амортизаторы у кроссовок должны быть достаточно толстыми, чтобы вы могли удерживать эти большие нагрузки. Итак, с чего же начинать? Утром или вечером? Вы знаете, многие люди почему-то думают, что утро для бега – это лучшее время. Но на самом деле это не так. Желательно, чтобы человек в первые хотя бы два часа времени после пробуждения занимался гибкостью, молился, выполнял дыхательные упражнения, суставную гимнастику. А работа над выносливостью начиналась чуть попозже, скажем, через два часа. Поэтому мое мнение однозначное. Если вы человек умственного труда, проводите сидячее время свое на работе, то это может быть время обеденного перерыва или после работы. Итак, вы выходите на улицу и начинаете с быстрой ходьбы. И быстрая ходьба может длиться в течение пяти-десяти минут. Затем вы делаете одно небольшое ускорение на расстоянии примерно в пятьдесят метров. Назвать это ускорением тоже можно с большим трудом. Это будет просто-напросто медленный бег для вас. Потому что вы долгое время не занимались бегом. И теперь вы нуждаетесь в том, чтобы ваше тело перестроилось. Наберитесь терпения. Изменения происходят в течение сорока-сорока пяти дней. Это ритм изменений физического тела нашего. Поэтому быстрее старайтесь этого ничего не делать. Итак, вы пробежали медленным бегом расстояние в пятьдесят метров. Затем снова идете быстрой ходьбой в течение пяти-десяти минут. Итак, в первую неделю вы занимаетесь от двух до трех раз по программе полчаса с двумя, может быть, самое больше тремя ускорениями на короткое расстояние. Всего лишь пятьдесят метров. Костная структура, мышечный аппарат, легкие, сердце перестраивается. И вы постепенно начинаете привыкать к этой нагрузке. На второй неделе вы уже не через пять-десять минут делаете эту небольшую пробежку, 50 метров нет, а вы это делаете каждую третью минуту. Итак, три минуты вы идете быстрой ходьбой, затем медленно бежите 50 метров. Затем снова три минуты идете быстрой ходьбой, снова медленным бегом бежите те же 50 метров. Итак, программа снова остается у вас на второй неделе два-три раза по полчаса. Третья неделя вы увеличиваете как расстояние пробегаемое. Теперь вместо 50 метров вы будете уже бежать 100 метров. И каждые три минуты медленным бегом 100 метров. Что важно? Важно ввести спортивный дневник. Как вы воспринимаете эти нагрузки? Если вы начинаете плохо спать, это первый симптом того, что вы перетренировались, поэтому нагрузку надо будет снижать. Если у вас пропадает аппетит, или наоборот он резко возрастает, и вы не можете понять, почему это так, то это тоже связано с вашими нагрузками. Задумайтесь об этом, измените нагрузку, и все придет в норму. По утрам, после пробуждения, сидя, посчитайте свой пульс. Он должен быть у вас в пределах от 60, так как вы раньше не занимались активно, это минимальный у вас будет показатель, до 80 ударов в минуту. Выше этого, это уже не хорошие показатели. Когда сердце слишком часто бьется, и паузы короткие, сердце устает, и оно не восстанавливается. Что еще очень важно? Во время ваших тренировок, точнее сказать, до них, сделайте суставную гимнастику. Обычную просто, повставайте на носочки ног, на пятки, сделайте полуприседания, наклоны в стороны, поднимите руки через стороны, вверх, вниз. И эти упражнения сделайте в течение пяти минут до легкого разогрева. А затем приступайте к вашей беговой и спортивной ходьбе, программе. Ваша задача в течение 40-45 дней подойти и быть готовым для того, чтобы вы могли начать бегать, внимание, 15 минут медленным бегом. Вот это ваша задача. Если вы до этого никогда ничем этим не занимались. Через два-два с половиной месяца вы будете уже готовы к тому, чтобы пробегать без остановок уже полчаса. И постепенно вы должны понять, что ваше желание быть здоровым и проявление вашей спортивности – это совершенно разных два направления. Ваше желание быть здоровым, оно связано с тем, что вы не выходите за определенные рамки тренировок. То есть вы занимаетесь по программе 3-4 раза в неделю, бег у вас по полчаса. Этого будет достаточно. Этого будет более чем достаточно. Но если вы решили пробежать марафон, как это сделал когда-то Фидипид, первый грек, который решил сообщить о победе в предместе Афин, который назывался Маратон, то вы должны быть готовы к тому, что нагрузка окажется для вас чрезмерной и придут кое-какие разочарования в вашу жизнь в том числе. Потому что люди, которые идут по линии спорта, а не путем оздоровления, они проходят пути разочарования, как это было когда-то и у меня. Я 9 раз бежал в марафон, хотел выбежать из 3 часов, так и не смог. Лучшее мое время было 3 часа 22 минуты. И я вспоминаю, что бегал я много, час утром, полчаса вечером или наоборот, но спина у меня в то время болела. Поэтому я советую вам разделять ваше желание быть здоровым и ваше желание приобщаться к спорту, коим является тяжелое испытание под названием марафон. Божьих вам милости и благословений. До свидания.